Любой хороший русский либерал заканчивается на украинском вопросе. Эта истина, ставшая афоризмом, глубоко укоренилась в сознании украинцев, ведь из поколения в поколение, от Ивана Грозного до Владимира Путина, российская политика в отношении Украины оставалась неизменно жестокой и коварной. Но что самое интересное, подавляющее число русских либералов, критикующих власть в Москве, удивительным образом всегда пела с властью одну и ту же песню в отношении украинского вопроса. Поэтому для украинцев понятие «хорошего русского» стало абсолютно невозможным, за исключением тех хороших, которые уже лежат в украинском черноземе. Однако существует удивительный пример, который заставляет, если не усомниться в этой истине, то хотя бы одобрительно кивнуть головой. Впрочем, тема этого ролика дискуссионна, поэтому после просмотра прошу в комментарии. Какой же пример я имею в виду? Речь об одном из немногих русских, который открыто критиковал имперскую политику России, включая ее отношение к Украине. Его работы и взгляды не только подчеркивали несправедливость, но и демонстрировали глубокое понимание украинской борьбы за независимость. В отличие от большинства, он едва ли не единственный, осмелился идти против течения и оставался верным своим принципам, что делает его редким исключением среди русских. Его мысли звучали как вызов российской имперской системе. Он публично заявлял, что Россия – это страна, которая не только не внесла ничего значимого в мировую цивилизацию, но и впитала в себя худшие черты других народов. Такая откровенность не могла не вызвать ярость властей, и он по давней русской традиции был объявлен сумасшедшим. О ком же именно я говорю? Смотрите далее. Сейчас обо всем узнаете. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и BuyMeCoffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, его мысли перекликались с судьбой Украины, и он понимал, что российская экспансия и насильственная ассимиляция других народов, в том числе украинцев, не ведут ни к чему хорошему. Так кто же был тем редким исключением, который смог не просто думать, но и говорить правду о Российской империи и ее политике? Речь про Петра Чаадаева, русского философа XIX века, который был мастером самокритики и сарказма, утверждающим в своих философических письмах, что Россия, по сути, жирный кот, который ворует мышей из соседних амбаров. Он писал, что Россия – это страна, которая постоянно поглощает и ассимилирует, но никогда не созидает и не развивает. Он был гением в выявлении недостатков своей родины. Чаадаев сравнивал Россию с огромной дырой, в которую сыплются усилия и достижения других народов, и откуда ничего значимого не возвращается. Он видел, как украинцы, подобно другим народам империи, страдали от репрессий и ассимиляции. Его работы были откровением, как своеобразная википедия правды в эпоху имперской цензуры. Чаадаев писал, Россия всегда была в стороне от прогресса. Наша история – это череда страшных и бессмысленных событий, в которых человеческое страдание и унижение достигли своего апогея. Его слова были как удары молота по амбициям империи. Он предвидел, что без осознания и исправления своих ошибок Россия будет продолжать катиться вниз по спирали деградации и стагнации. Чаадаев был тем редким русским, который смог подняться над национальными предрассудками и увидеть истинную суть проблем. Он не боялся сказать, что имперская политика России по отношению к Украине и другим народам – это путь в никуда. Если бы он мог видеть современную Россию сегодня, то, вероятно, сказал бы, что его страна застряла в бесконечном дне сурка, повторяя одни и те же ошибки с завидным упорством и не замечая, что ее имперские амбиции больше напоминают фарс, чем реальность. Этот русский философ был не просто мыслителем, а настоящим провокатором, который умудрялся бросать вызов всей системе, оставаясь при этом живым и вменяемым, хотя власти пытались доказать обратное. Чаадаев считал, что его судьба – не тихое созерцание, а яростная борьба с теми, кто предпочитал зарывать голову в песок. В эпоху, когда большинство предпочитало не высовываться, он открыто критиковал российское общество и власть. В своих знаменитых философических письмах Чаадаев не просто поднимал острые вопросы, а буквально разрывал их на части. Он утверждал, что «мы существуем лишь для того, чтобы преподать миру какой-то великий урок». Подчеркивая, что Россия существует скорее как предупреждение для других народов – пример того, как не следует поступать. Постоянно демонстрируя свои ошибки и неспособность внести значимый вклад в мировую цивилизацию, Россия служит уроком про то, к чему приводят имперские амбиции, репрессии и изоляция от прогресса. Тексты Чаадаева были настолько революционными, что власти решили объявить его сумасшедшим. Классический ход российских властей, когда они не могут справиться с неудобной правдой. Чаадаева изолировали и запретили публиковаться, но его слова уже успели оставить неизгладимый след в умах тех, кто осмеливался думать иначе. Он горько замечал «Мы никогда не шли в ногу с другими народами. Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода. Мы не принадлежим ни к западу, ни к востоку. И мы не имеем традиции ни одного, ни другого». И вот еще «Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом». У Петра Чаадаева можно найти множество жестких цитат, критикующих Россию. Но это не значит, что он был каким-то ненавистником своей родины. Хотя к подобным критикам в России всегда предъявлялась именно такая претензия. Если они смеют критиковать, то значит ненавидят Россию всем сердцем и являются нацпредателями и врагами. Но Чаадаев дает прекрасный ответ на это. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». Идеальную характеристику Чаадаева дает Мандельштам. Чаадаев был первым русским, который на самом деле идейно побывал на Западе, а потом нашел дорогу обратно, в Россию. На него могли показывать с искренним суеверным ужасом, как на Данто. Этот был там и вернулся. А может быть дело в том, что в эпоху господства высочайшей одобренной триады православия-самодержавия-народность, зловеще похожей на нынешнюю идеологию путинизма, Чаадаев решился сказать правду о России. Его жизнь – это история о том, как один дерзкий человек с мощным интеллектом может бросить вызов целой империи. Чаадаев доказал, что сила слова способна потрясать основы и заставлять даже самые непробиваемые стены дрожать. И беда России – это совсем не дураки и дороги, а то, что таких людей в ее истории всегда были крупицы. Чаадаев, Герцен, Сахаров. Другая беда в том, что идеи этих людей не вдохновляют никого в России, потому что все боятся идти против течения. Даже те самые пресловутые хорошие русские либералы, которые всегда ломаются на украинском вопросе. А как думаете вы, друзья? Предлагаю обсудить это в комментариях. Всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин